Hello everybody, Alex, this is School of English and Pушкиna. Всем привет, Александр Майоров, школа английского языка. Пушкина продолжаем наши языковые зарядочки. И в этой программе мы пытаемся нашу жизнь скрасить немножечко. Мы не заглядываем в глубины грамматики, а мы просто повторяем полезные фразы за носителями языка. Тем самым стараемся понимать, воспринимать английский на слух, стараемся говорить по-английски, используя паузу и повторяя фразу после носителя или после меня. Вот такая история. Знаете, ребёночек ходит за мамой, повторяет слова, и как тот процесс идёт, 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 и без подлежащего сказуемому обстоятельству дополнения и он как-то начинает говорить. Ну, это, конечно, упрощённая формулировка. Ну, а мы делаем наш процесс регулярным. Окей, so, if you are ready, let's get started. Если готовы, поехали. Did you wash the dishes? А ты помыла посуду wash, mate? Did you wash the dishes? Dishes имеется в виду посуда, хотя dish можно перевести как блюдо. Not yet. I'll do them after dinner. Not yet. I'll do them after dinner. Нет, ещё не помыла. I'll do them. Я это сделаю. Я их помою. Помою посуду после обеда. After dinner. Did you wash the dishes? Did you wash the dishes? Not yet. I'll do them after dinner. Not yet. I'll do them after dinner. Are the vegetables washed? Are the vegetables washed? Тоже очень хорошая фраза, и она вот именно по-английски сказана. Окей, сказана носителем. Именно носителем. Are the vegetables washed? А овощи помытые? Ну, не буду давать подробности. Мы используем русскую ментальность. Вряд ли бы мы сформировали таким образом структурный вопрос. Are the vegetables washed? Are the vegetables washed? А овощи помытые? Yes, I washed them this morning. Yes, I washed them this morning. Да, я их помыла этим утром. Yes, I washed them this morning. Are the vegetables washed? Are the vegetables washed? Yes, I washed them this morning. Yes, I washed them this morning. Спивайте, повторяйте. Молодцы. Is the oven preheated? Is the oven preheated? Ну, вот опять такая же фраза очень полезная, да? Да, а плита или, может быть, а духовка, а духовка нагрета, preheated. Ну, наверное, эта фраза могла бы звучать. Is the oven heated? Нагрелась, а здесь preheated. То есть прошла процесс предварительного нагрева перед тем, как туда, в эту духовку, что-то будут ставить. Yes, it's ready to go. Yes, it's ready to go. Да, все готово. It's ready to go. Опять тоже фраза, да? Фраза, сказанная носителем. То есть, наверное, могли бы быть другие варианты. But yes, it's ready to go. Она, если дословно, готова идти, но в этом смысле идти никуда не надо, она должна работать. To go. Yes, it's ready to go. Она готова работать, или просто она готова. Is the oven preheated? Is the oven preheated? Yes, it's ready to go. Yes, it's ready to go. Can you help me chop these onions? Can you chop me these onions? Чоп, чоп, чоп. Таким большим ножичком столовым. Ну, мы нарезаем лук, чоп, на мелкие кусочки. Именно не кат не режем, а именно чоп-чоп-чоп на такие квадратики. Что можно чоп? В принципе, картофель можно на квадратики. Морковку можно на мелкие квадратики. Чоп. Can you help me chop these onions? А ты можешь помочь мне порезать лук? Ну, наверное, слово... Ты можешь помочь мне покрошить лук? Наверное, не очень хорошо в переводе. Окей. Of course, hand them over. Of course, hand them over. Давай их сюда. Конечно, могу. Hand them over. Can you help me chop these onions? Can you help me chop these onions? Of course, hand them over. Yes, of course, hand them over. Конечно, давай их сюда. Hand. Are there any clean spoons left? Are there any clean spoons left? Ну, вот опять, фраза одна краше другой, и грамматика здесь, не буду в неё влезать, достаточно сложная, но мы используем вот такое клише. Are there any clean spoons left? А у нас есть ещё spoons, чистые ложки. Left, ну, я уже говорил про этот глагол, а у нас чистые ложки. Остались. То есть, leave, left, left, это оставлять. I left some money on the table. Я оставил деньги на столе. Or I left my mobile at home. I оставил дома. Мобильник не забыл, а оставил. Ну, либо оставил в значении вышел. Я оставил свой дом и ушёл на работу. I left my house at 7 o'clock. То есть, некоторое другое значение. Ну, а здесь мы говорим про чистые ложки. Clean spoons. Чистые ложки. Spoons. Ну, у нас table spoon. Это большая ложка. Table. Столовая ложка. Teaspoon. Чайная ложка. Left. Остались ли у нас чистые ложки? Давайте посмотрим. Да, я только что положила их в ящик. Опять же, концентрирую ваше внимание. Обращаю ваше внимание на произношение слова draw. Draw. Ящик. Ящик письменного стола. My desk. My pисьменный стол has three drawers. Имеет три ящичка подвижных таких. А здесь, естественно, ящички кухонные. И вот в них лежат чистые ложки. I just put them. Я только их положила в ящик. Are there any clean spoons left? Are there any clean spoons left? Yes, I just put some in the drawer. Yes, I just put them in the drawer. Did you remember to turn off the stove? Did you remember to turn off the stove? Ты не забыла turn off, выключить? Turn off, выключить. Ты не забыла выключить духовку? Ты не забыла выключить плиту, stove? Yes, I double checked before leaving. Yes, I double checked before leaving. Тоже замечательная фраза. Yes, I double checked. Я дважды перепроверила. Double checked before leaving. Вот здесь, видите, leave left left попалась в несколько в другом значении. То есть перед тем, как leave, ушла. Ушла с кухни или вообще ушла из дома. Yes, I double checked before leaving. Я дважды перепроверила, что выключила духовку перед тем, как уходить. Да, дважды перепроверила перед тем, как уходить. Ну, а мы, наверное, будем заканчивать. Еще раз говорю, что курс далеко, 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 далеко от идеала. И он такой очень легкий, да. И мы его стараемся сделать мобильным, комфортным, да. Тех людей, которым все время некогда. Это бизнес. Это люди других каких-то профессий, которые все делают на бегу, на скаку. И надо делать несколько вещей еще и параллельно. So, I'm happy that you were with me today, чтобы вы были со мной. Сегодня большое спасибо. I'm saying goodbye to you. Bye-bye, Alex, the School of English in Pушкиna.